Друзья, всем привет, добрый день! И сегодня мы будем обсуждать очень важную и насущную проблему, которая будоражит умы большинства дизайнеров. Но вот представьте, мы сделали проект, нарисовали, практически в каждом проекте, который мы делаем, есть встроенная мебель, индивидуальная мебель. Мы любим очень дерево, мы любим, когда встроенные решения у нас есть в ванных комнатах, в детских, в кабинетах, когда нам нужно по-любому использовать не покупные предметы, а сделать что-то на заказ. И на заказ мы можем сделать либо из МДФа, либо из массива. В общем, нам нужны надежные подрядчики. И большинство дизайнеров ко мне приходит каждую неделю большое количество запросов. Посоветуйте, пожалуйста, вот как мне найти недорогого, надежного поставщика по дереву по адекватным ценам. И у меня есть ответ на этот вопрос, и он вам многим понравится, а многим мне понравится. И правда заключается в том, что никак, никак невозможно найти, не существует на данный момент на нашем рынке человека, либо компании, которая точно, адекватно сделает мебель на заказ, который вы придумали. И я сейчас объясню, почему. Почему у меня такая категоричная позиция. Я в этой теме достаточно давно работаю и исследовал большое количество рынков. И это проблема не в дизайнерах, это проблема не в заказчиках, это проблема не в поставщиках, это системная проблема. И я сейчас расскажу, почему нельзя найти такого адекватного человека, либо компанию, которая все возьмет, вас поймет и все сделает, и цена будет нормальной. Итак, как обычно происходит. Вот дизайнер рисует проект, у него есть интерьер, у него есть эскиз, то есть примерно что нужно. Дальше он начинает писать посты либо в фейсбуке, либо в инстаграме, либо рассылает знакомым поставщикам, либо по знакомым спрашивает, ребята, вот у меня такой шкаф, либо вот такая кухня, кто мне сделает по адекватной цене, чтобы было все качественно, здорово и быстро, и еще не подвести заказчика. И что получается? Тут ему начинается большое количество предложений сыпаться, если он публично это все публикует. И в этих предложениях нет ни грамма вообще конкретики. То есть пишут непонятные люди без аккаунтов, без социальных каких-то подтверждений, что у них хотя бы есть компания. Говорит, я сделаю, я все сделаю, у меня 20 лет работы, но у него нет ни сайта, непонятно, что у него за производство, что это вообще за человек, это перекупщик, либо это тот мастер, который просто о себе ничего не рассказывает. Либо присылает какие-то картинки и говорят, вот мы это все делали, ты начинаешь спрашивать про цену, они не объясняют, сколько это стоит, говорят, все индивидуально, все надо считать, ты отсылаешь им на просчет. Вот моя ситуация была такая, у меня нужно было скомплектовать дом, большой достаточно, я делал там комплектацию, у меня там было два этажа встроенной мебели. Я выбрал 20, как мне казалось, надежных поставщиков, вот тех, кого посоветовали. Я не пытался найти максимально дешево, я нормально, все, отличная цена. Я отсылаю, и вот вам простая статистика. Из 20, 10 не отвечают вообще, ну то есть вообще после того, как я им прислал техническое задание, не выходили на связь. Из 10, 5 просто были неадекватные вообще люди, которых я стал задавать какую-то конкретику, они говорят, ничего у нас как бы нет, вот все на сайте, мы 20 лет работаем, вообще нас обижаете своими вопросами. Из 5, некоторые были дороже бюджета, и вот осталось 2, с которыми можно было работать. Эти 2 я проверил по всем показателям, они были рекомендованы, я съездил на объект, я пообщался с заказчиками, я посмотрел, то есть все было вроде нормально, и я отдал, и в итоге мы с ними промучились еще целый год. Не буду называть компанией, но это лучший из кого я выбрал, и это была большая проблема. Да, естественно, все сделали по итогу, но невозможно найти человека, или невозможно найти компанию, которая все точно поймет и сделает. И хочу рассказать, где здесь системная существует проблема. Ну вот представьте, как организовано производство. Достаточно просто, есть там цех или есть какой-то завод, где мы, не мы, а наши коллеги начинают делать и работать. Как у них процесс? Им нужны постоянные заказы, постоянные заявки. У них есть технолог, у них есть мастера, которые это все делают, у них есть поставки мебели, оборудования, у них есть вот такие дизайнеры, с которыми они работают и с кем переписываются. Вы должны понимать, что большинство заявок, которые поступают к поставщикам, они, к сожалению, тоже не сходятся. То есть все присылают на просчет, и в итоге у них, допустим, 20 просчетов в день, и они не знают просто, какой срастется. Им нужно считать все, им нужно считать быстро. Их тоже можно понять на самом деле, потому что сидит один или два человека и быстро пытаются все обсчитать. При этом они не могут поверить в то, что не нужно досконально до каждого гвоздя считать, разрабатывать, что достаточно примерно сказать, сколько стоит, либо хотя бы написать на сайте, что вот предыдущие работы были сделаны столько, и это снимет большое количество головной боли. То есть написать, по сути, карточку продукта, поставить, из чего состоит продукт, и карточка компании, чем компания отличается, на чем специализируется. До этого мало кто задумывается из поставщиков, поэтому им приходится каждый раз с новым каждым заказом возиться индивидуально и долго, поэтому за день они не успевают обработать все заказы. Поэтому, я думаю, кстати, они не отвечают, ну не все, не потому что они просто там почту не проверяют, просто большая-большая загрузка, и они не могут оптимизировать свою работу. Что происходит дальше? Ну хорошо, они посчитали, выставили вам счет, сделали, то есть вроде вам все подходит. Вы говорите, а пришлите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Говорят, ну вот там наш сайт, идите смотрите. На сайте, естественно, все непонятно, что там написано. Мы можем все, у нас уникальные услуги, у нас 20 лет опыта, у нас заказывают министерство рыбного хозяйства, министерство президента и все министерства, вот во всех журналах мы везде запубликовались. Мы обязательно снимаемся в квартирном вопросе, ремонте, где бы там ни было. И когда ты спрашиваешь, начинаешь, хорошо, сколько стоит, ты присылаете индивидуально, будем считать. Считаю долго, как мы уже с вами поняли. Ну хорошо, допустим, вы договорились, да, и более-менее начали работать. Что дальше происходит? А дальше происходит самое страшное и прикольное. Вы никогда не знаете, что произойдет с вашим заказом. И нельзя никогда прогнозировать качество. Почему? Потому что внутри, как только заказ попадает в работу, тут возникает вопрос, да, насколько загружен цех. И цех должен быть всегда загружен, потому что те люди, которые там работают, если они профессионалы, они получают зарплату, да, у них постоянно поток вы идет. И есть люди, которые уходят, приходят. То есть работа в цеху и работа с людьми – это большая-большая проблема. Вообще, работа с людьми – очень большая проблема. И автоматизировать индивидуальное производство, к сожалению, нельзя. Это не просто так вот, что ты настроил станок и строгаешь одно и то же. У тебя есть люди, у людей есть проблемы. Кто-то запил, кто-то заболел, кто-то уехал. У кого-то там родственники, у кого-то еще чего. И тебе нужна постоянная, чтобы была поддержка, чтобы была ротация. При этом ты не можешь держать большой штат, и у тебя возникают проблемы внутренние. Ты, естественно, не можешь как поставщик рассказать клиентам, говоришь, что все нормально, скоро все будет, мы все сделаем, обязательно выполним. Да, ты берешь сроки с запасом, но большие сроки с запасом тоже ты не можешь взять как поставщик, потому что тогда у тебя не купят, скажешь, ну что-то долго, нет, заказчик отменит. И большую цену высокую ты не можешь поставить, чтобы быть в рынке, и чтобы у тебя было производство загружено. То есть поставщику тоже, ну его можно понять, он постоянно вынужден держать баланс между ценой, качеством и известностью, своей экспертностью и своим продвижением. И поставщики занимаются, конечно же, рекламой, да, они вкладывают деньги в рекламу, они вкладывают деньги в дизайнеров, они постоянно там раскручивают тоже свои аккаунты, каналы, Инстаграм, Фейсбук. То есть они этим занимаются, у них львиная часть работы, руководитель, да, уходит именно на это. И, к сожалению, он не всегда может посвятить время, в том числе и отделу качества, отделу производства. То есть есть такое правило, что чем больше ты рекламируешься, чаще всего, и дальше, если у тебя есть производство, если у тебя есть люди, то там, скорее всего, могут быть проблемы. Потому что редко, когда бывают и маркетолог, да, хороший, и при этом, чтобы был хороший технолог, да, чаще всего технолог, побочно еще маркетолог, или наоборот, маркетолог пытается быть технологом, естественно, и там, и там не получается сделать, и возникают проблемы. Это разные абсолютно дисциплины. Хорошо рекламируешься, хорошие цены, хорошая упаковка, слабая внутренность. И наоборот, слабая внутренность, и вообще не упакована, чем ты занимаешься, в чем твои отличия. Вот в этом тоже есть глобальная проблема. Но хорошо, допустим, ты выбрал компанию, заказал, что происходит дальше. Вот в какой-то момент, там, под Новый год или под 1 сентября, поставщик начинает набирать большое количество заказов. Ну, иногда бывает так, что то пусто, то густо. И, допустим, когда у него было пусто, он взял ваш заказ, да, чтобы просто не простаивать, и взял по минимальной цене, за минимальные сроки, вы довольны, у вас проверенный, как будто поставщик, да еще и все классно, вам кажется, что все хорошо, вы подписали договор, вроде как, и начали работать. И тут вдруг к поставщику идет завал, то есть вдруг заказ за заказом, и ваш заказ оказывается маленький, да, ну, никчемный практически, а у него там большой какой-нибудь дом или замок, да, и ему нужно все это сделать. Естественно, он уже вас взял, но упор у него на тот заказ, ему нужно там делать быстро и качественней, и, в общем, все приоритеты идут туда. А вас уже делают по остаточному принципу, вы никогда об этом не узнаете, вы узнаете об этом только, ну, когда приедет дрова, и кто-то будет монтировать. Естественно, и монтажники приезжают к вам слабые, и каких-нибудь стажеров ставят там на выпилку, и вы тоже об этом не узнаете. Это, ну, не хорошо, не плохо, вы просто должны понимать, что так есть. Так есть и будет. Человек идет туда, где у него больше заказов. И если он физически не может все заказы делать одинаково, по той простой причине, что у него не хватит на этом денег. И к чему мы приходим? К тому, что все зависит на самом деле от людей и от производства, и от системы, и от дела качества. И есть менеджеры, да, которые тоже ротация большая, есть технологи, которым платят зарплату. Вот у меня был случай, технолог работал над моей лестницей, над проектом, и пока он делал эту лестницу, сменили три технолога. Ну, потому что я как дизайнер говорю, нет, это не пройдет, или так это по дизайну не подходит. Вот обратите внимание, здесь еще что-то. Я же не могу принять некомплектованный вариант, а поставщику кажется, что я придираюсь. А я не придираюсь, я хочу, чтобы было сделано так, как я придумал, и объясняю почему. Я объясняю один раз, второй раз, третий раз. Ну, не понимает человек. Хорошо, сменили технолога. Естественно, ему не заплатили, или там заплатили половину, взяли нового. А денег-то у поставщика не стало больше. Он и так там у него минимум получается, сколько они получили от нас. Взяли второго технолога за полцены, естественно, у него качество еще хуже. И он не понимает. Опять уволили. Взяли третьего. В общем, пока три месяца прошло, и три технолога сменилось, только для того, чтобы сделать рабочий проект, чтобы можно было его согласовать, уже, естественно, все сроки прошли. И тут возникает проблема, да, что вроде бы проверенный поставщик, вроде бы все отлично, но не справились с управленческой функцией. Я считаю, и мое глубокое убеждение в том, что у поставщиков не налажена именно система. Должна быть гармонична и система привлечения клиентов, и система производства, и упаковано это все, и должно быть объяснение, да, как это есть. И должен быть менеджмент, что если ты опаздываешь, если там что-то у тебя не то, расскажи, позвони, предупреди, не скидывай вину на дизайнера, потому что очень часто бывают поставщики не успевают что-то, и потом говорят, ну вот дизайнер там что-то придумал, что воплотить невозможно. Не бывает такого. Я за диалог, за открытую какую-то работу, и за вот совместное творчество. Но возвращаясь к вопросу, послушав весь этот материал, я уверен, что вот вы все равно будете спрашивать, посоветуйте надежного кого-нибудь, посоветуйте надежного поставщика, посоветуйте надежного подрядчика, партнера, который все возьмет, все заботы на меня, заберет мои и сделает все как нужно. Помните, что эта ошибка, это невозможно. Наш мозг хочет найти таких людей, но таких людей не существует по объективным параметрам. Либо они будут стоить дороже рынка, и вы не захотите у них покупать, хотя может быть и зря. То есть дороже рынка, такие люди могут быть систематизированы и все сделано. Но либо вы их не найдете, потому что они рекламируются, они идут по рекомендации. Либо если вы берете кого-то по рекомендации, либо кого-то из рекламы, знайте, что там будет куча проблем. Невозможно, чтобы этих проблем не было. И, кстати, наличие проблем – это неплохо. Наличие проблем – это хорошо, это нормально, с этим можно работать. Важно, как люди с этим работают. Пусть будет проблема, пусть будет задержка, но если это исправляется, если исправляется быстро, качественно, с предупреждением, с извинениями, с объяснениями, с желанием помочь, то это уже хорошо. Большая проблема возникает в том, что люди начинают закапываться, вскидывают твой заказ, он уже уходит на какие-то там далекие горизонты, и ты остаешься наедине с клиентом, недовольным. Ты вроде бы ничего и не делал, но ты вроде как посоветовал твоего поставщика, и так или иначе проблема приходит на тебе. И в завершение совет дизайнерам, не идите за халявой, не думайте, что кто-то вам посоветует, кого-то супер гениального, супер специального, проводите исследования самостоятельно, по комплектации, по технологии. Есть технологии, как выбрать качественного поставщика. Начните с карточки продукта и с карточки компании. Если этих двух вещей нет, то это уже большой показатель того, что с поставщиком каши не сваришь. Спросите, есть ли у него система, как будет делаться заказ, кто будет делать, как отслеживает он качество, как происходит процесс, что будет, если что-то пойдет не то. Спросите все это и запишите это все в документ, в договор. Тогда вы подстрахуетесь как дизайнер сами, и тогда вы подстрахуете клиента. Но, естественно, этот совет не поможет 95% дизайнеров, которые каждый раз, каждый день будут спрашивать, посоветуйте кого-нибудь хорошего. Но помните, что кого-то хорошего посоветовать невозможно, потому что хорошего можно только выбрать самостоятельно, и чтобы человек или компания были хорошие, его надо контролировать каждый день. Будьте внимательны, не ведитесь на халяву. Надеюсь, это видео дало ответы на многие вопросы. И в следующий раз, когда вы увидите, что кто-то спрашивает, посоветуйте мне надежного поставщика, который за недорого, качественно все сделает как надо, помните, что таких не существует. Делитесь этим видео в комментариях, и давайте его на ответ на эти вопросы. С вами был Станислав Орехов, надеюсь, тема вам была понятна. Я знаю, что сейчас многие поставщики и дизайнеры напишут, что все не так, но реальность такова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok